Пожалуйста, ребят, на пятый этап Формулы 1 на грамм при Испании. Наконец-то Европа, наконец-то мы приезжаем в неё и начинаем потихоньку уже в ней воевать с Торророса. Первый сегмент, мы спокойно с Гасли выходим. Во втором сегменте я решил попробовать пройти в третий на Мидиуме. И что самое интересное, мне это удалось. Я специально ещё поехал на софте на последних минутах, так чтобы, если что, улучшить своё время и пройти на софте, и уже туда ехать на двух пидстопах и на них как-то стараться выигрывать. Но по итогу у нас теперь будет стратегия в один пидстоп, и я не один такой буду, ещё Феттель прошёл в третий сегмент квалификации на Мидиуме. Так что с Феттелем у нас будут зарубы нешуточные за первую позицию. Ну а также посмотрим, смогут ли обе Торророса отыграться за счёт двух пидстопов и догнать нас, и побороться также за первую позицию. Но по крайней мере у нас точно будет борьба за первую позицию, и я не буду ехать в одиночестве, поскольку в одиночестве ехать, ну, такое себе. Что же, Испания у нас гонка, где большой износ покрышек идёт. Тут очень сложно проехать на стратегии в один пидстоп именно софта на харде, только если уже прокачано шасси, и то и не факт, что получится. Сабильная стратегия в два пидстопа здесь, но у нас всё-таки будет с одним пидстопом. В прошлом сезоне два пидстопа чуть ли не решили нас всех очков. Стартовую решётку у нас, первый Шарли Клер, трое Себастьян, пятый, третий Макс Ферстаппин, четвёртый я, собственно, пятый Александр Албон, шестой Вальд Риботтес, седьмой Карл Сайенс, восьмой Лан Норрис, девятый Чека Перес и десятый Даниэль Рикьярда. Гасли и Хэмилтон взяли у нас штрафы, скорее всего, это именно новую силовую установку взяли. Не знаю, с чем это связано, по идее у них ещё должно быть две как бы запасти, даже если уже первая износилась. Да, у нас в Ферраре, конечно же, уже первая износилась, поэтому мы уже едем на второй. Но всё-таки Гасли почему-то решил взять аж прям новую, совсем четвёртую силовую установку. Ладно, перейдём к старту. Гас на красной огне, я срываюсь с места, пытаюсь сразу же угнаться за Ферстаппином с Этелем Леклером, но, к сожалению, у меня не софт, и меня тут же ещё пытается атаковать Албан. По итогу уже к первому повороту мы проходим бок о бок с Албаном, но я еду по внутренней части траектории, за счёт чего выхожу лучше из первого поворота и лучше вхожу во второй, и по итогу остаюсь на своей четвёртой позиции. Впереди меня потихоньку Ферстаппин начинает атаковать Тасса Феттеля, а Леклер в этот момент без проблем уезжает в закат, что как бы плохо, но всё-таки у Леклера будет ранний пидстоп, как и у всех, кто стартовал на софте. Мне самое главное за первые несколько кругов не потерять много позиций, вообще не потерять позиции, поскольку в данный момент все, кто едут на софте, имеют преимущество по отношению ко мне и к Феттелю, но Феттель всё-таки впереди меня, и у него главная проблема сейчас Ферстаппин. Все остальные проблемы буду сдерживать в основном, скорее всего, я. Также позади ещё и Маклардны уже пытались пройти через Ботаса, по крайней мере, Сайенс это пытался сделать, и у него это вышло. Абон после первого круга не предпринял никаких атак, а вот Феттель с Ферстаппином начали уже разборки на третьем круге, и из-за этой разборки пострадал очень сильно Феттель, поскольку он потерял позицию по отношению к Ферстаппину, а также из-за того, что он начал очень плохо проходить затяжной правый третий поворот, я его тут же и смог обойти, и уже через какое-то время смог обойти Ферстаппина, а точнее в конце этого же круга на старт финишной прямой за счёт слепстрима и ДРСа, и тем самым вышел без каких-либо проблем на вторую позицию, ну и потихоньку у нас уже на 6-7 кругах начались пидстопы, за счёт чего с Феттелем мы начали уже наращивать преимущество по отношению к тем, кто был на стратегии двух пидстопов, так как в этот момент им приходилось прорваться через основной Платон, который также шёл на стратегии в один пидстоп. Эклер потихоньку-потихоньку начинал уже прорваться из-за почти самых низов, где-то с 15-16 позиции, без проблем прошёл Рено и потом начал уже атаковать Альфа Ромео, который он также смог пройти уже в четвёртом повороте, но впереди у него ещё куча-куча болидов до нас со Феттелем, поэтому как бы мне самое главное было, чтобы как можно дольше он проходил этот весь Платон и как можно дольше его, конечно же, и сдерживали, и самое главное, чтобы его сдерживали именно в третьем секторе, потому что в третьем секторе у Торороса, по идее, должна быть самая большая скорость, потому что не ко всему Платону, особенно на свежем резине, поэтому если их будут сдерживать какие-то медленные болиды, опять же, по типу Альфа Ромео, это будет мне и Феттелю на руку, поскольку я со 100% вероятность был уверен, что Торороса нас обязательно ещё догонит к концу гонки, потому что темп у них был очень и очень хороший, особенно у Эклера. И Эклер, кстати, к этому моменту разобрался за два круга с 5-6 болидами в Платоне, которые шли позади, и поэтому перед ним открывались пустые дороги, и он начинал уже потихоньку-потихоньку догонять нас с Феттелем. У Гасли и Хэммитона была достаточно интересная ситуация, так как они всё-таки стартовали позади Платона, имея штрафы, они ещё и стартовали на софте, соответственно, у них была также стратегия в 2 пидстопа, что, по сути, помешает им очень сильно подняться по отношению к стартовой позиции, но, по крайней мере, в топ-10, я думаю, оба они смогут войти, но на последних где-то позициях, на 9-8 позиции. На 13-м круге я делал свой первый и единственный к этому моменту пидстоп, Леклер уже к этому моменту нас потихоньку-потихоньку догонялся, ставил лучший круг круг за кругом, но всё-таки мы сможем ещё с Феттелем отыграться, и у него ещё будет один пидстоп. Для нас, наоборот, сейчас тоже не отстать в том же Платоне, который нам надо будет обойти. Также ещё Албан меня успел обойти, но, опять же, у него будет ещё один пидстоп, и тут у нас идёт целый Платон. К следующему кругу я догоняю Магнусона, у нас вывешиваются жёлтые флаги, я решаю притормозить, к этому ещё и Феттель выезжает. И что у нас происходит? У нас ходит Албан, из-за которого вывесились, собственно, жёлтые флаги. Магнусон впереди сломал переди антикрыло об Феттеле, из-за этого он начал сильно терять в поворотах, и, соответственно, начал вставать сильно от Феттеля. Поэтому мне надо было срочно обходить Магнусона, поэтому я в начале третьего сектора очень агрессивно залетел во внутреннюю часть поворота, в шпильку, чтобы как раз опередить Магнусона и не ехать за ним весь третий сектор, где очень и очень сложно обогнать, поскольку там трасса узкая и очень медленная. За счёт чего я всё-таки смог для Найфеттеля, поскольку он уперся в так же трафик, который пошёл потом на пидстоп, и смог его обогнать. После этого я начал просто нарезать круг за кругом, в тот момент, пока Феттель ехал позади, и не предпринимал особо каких-либо атак, потому что он просто сидел и, скорее всего, экономил ресурсы. Гасли с Хэммитоном продолжали свой прорыв, и встретился им Чека Перес. Хэммитон с ним смог разобраться ещё на обратной прямой за счёт ДРСа, а Гасли попытался это сделать на старт-финишной прямой, но Перес оборонялся, и также ещё Льюис ошибается на торможении, блокирует себе колёса, и тем самым Перес ещё и выходит вперёд, и Гасли с Хэммитоном снова оказываются позади Переса. Но на следующем круге всё опять же поменялось, но в этот раз уже Перес оказался на месте Хэммитона, он также ошибается на торможении по вороте, но он уже пускает сразу два болида. И, соответственно, потихоньку Гасли продолжал бороться с Хэммитоном за позицию, и тем временем ещё и Леклер прорвался уже после своего второго пидстопа, когда он перешёл уже на хард. Что самое интересное, потому что я ждал, что у него будет всё-таки софт и два медиума, но второй комплект медиума Леклер уже где-то использовал, и поэтому он поехал на харде. Что, по сути, мне на руку, поскольку это не медиум, и, соответственно, он не будет прям очень сильно настигать нас с Феттелем. Хэммитон уже потихоньку прорвался в топ-десятку, начинал уже обгонять Рено, и также ещё Ланда Норриса, который затесался между этими двумя Рено. И одну из этих Реношек он уже начинал атаковать, это был Нико Хюлькенберг, и, соответственно, Хэммитон начинал за этим всем наблюдать, и также прошёл Хюлькенберга на старт-финишной прямой, тем самым Хюлькенберг ещё и заблокировался передней покрышки, и потерял две позиции, что для него, как бы, очень плохо. После этого они догнали Строла, который шёл впереди них на стратегии одного пидстопа, и также его без проблем смогли обойти. Ну, точнее, Ланда смог сначала обойти, и уже потом, через какое-то время, Хэммитон смог его также атаковать, а именно на обратной прямой. К этому моменту Ланда уже неплохо так оторвался от Хэммитона, и, соответственно, крыла у Хэммитона уже на старт-финишной прямой не было. Также ещё бок о бок он пришёл сражаться с Стролом в третьем секторе, что очень и очень плохо, но благо он очень быстро с ним разобрался. Из парковиков Хэммитон смог всё-таки настигнуть Норриса, и с ним уже побороться за уже седьмую позицию, что для Хэммитона было на тот момент, в принципе, неплохо. Далее, конечно, объединялся Сайнц, но до Сайнца Хэммитон не смог доехать. К 28-му кругу у нас уже догнал Леклер, уже был в секунде от Феттеля, и, соответственно, на следующем кругу он смог открывать уже крыло. У вас, собственно, начало 29-го круга, Феттель меня уже начинает атаковать с удвоенной силой, пытается меня пройти в первом повороте, но ему не везёт. Чуть блокирую свою покрышку, из-за чего Феттель чуть шире выходит, из-за чего Леклер почти смог поравняться с Феттелем, но Феттель смог оставить свою вторую позицию. На следующем кругу Феттель также предпринял атаку, но она закончилась так и не успев начаться. Также мы потихоньку догоняли круговых, а это именно был Вильямс, и, по сути, для меня данная вилла была спасительным кругом, так сказать, поскольку я думал, что смогу её догнать и получить ДРС на старт-финишной прямой, но, к сожалению, я не смог этого сделать, но благо и Феттель с Леклером чуть подотстали от меня. И самое главное, что Рассел вовремя сместился в сторону, я его без проблем прошёл, а вот мои оппоненты позади в виде Леклера и Феттеля нет. Собственно, как у них развивалась борьба позади меня вот на этом кругу. Феттель заблокировал себе передние покрышки, из-за чего Леклер смог поравняться с Феттелем. И начинают они уже проходить затяжной третий поворот бок о бок, даже Леклер вышел чуть вперёд. И плюс у Леклера ещё были более свежие покрышки, нежели чем у нас с Феттелем. Но, не знаю почему, Леклер решает въехать в задницу Вильямса, и тем самым полмал себе переднее антикрыло, тем самым ещё я отпустил Феттеля вперёд, и я также ещё уехал от этой пары вперёд. Соответственно, без каких-либо проблем смог доехать до финиша на своей первой позиции. И тем самым заработать уже вторую победу для Феррари. И пока сезон складывается для нас очень и очень хорошо. За пять гонок мы уже четыре раза были на пониуме, и самая худшая гонка для нас была Китая, это даже четвёртая позиция. Что очень хорошо по отношению к Тароросу, к которым уже болиды несколько раз сходили, столкновения, корридии у нас различные случаются, как, к примеру, в Баку. Но, опять же, это только начало сезона, и всё ещё может поменяться в ту или иную сторону. Но, пока есть возможность, нужно праздновать победы, которые нам пока что даются нелегко. Но в будущем, надеюсь, мы сможем за них уже спокойно бороться с Таророса, с Рэдбулом. С Мерседесом мы уже не можем бороться, подкольку Мерседес немножко уже начинает выпадать из лиги. Они как-то забили на свой болид, как я и говорил, ещё в Баку. И как-то вот не предвидится у них обновление. Ботас приехал в конце первой десятки. Окей, Льюис смог в неё войти, стартовав с чуть ли не последнего места. И как-то вот у Мерседеса вот так всегда в Корее происходит, то, что как-то на болиды они забивают, и думаю, что у них всё хорошо. Но потом уже к третьему сезону смотришь, а Мерседеса где-то вот там на дне, недалеко от Вильямса. Гасли у нас не смог прорваться в топ-десятку, как я и говорил, только 11 место. Льюис смог прорваться аж на 7 место по отношению к Ботасу, который стартовал на 6 месте и приехал только в 9. Это, ну, в принципе, неплохое достижение. В Кубке Конструкторов мы выходим на первое место, на целое одно очко, поскольку Абун сошёл по причине проблемы с ДВСом. И причём сошёл в таком неожиданном месте для всех на стартовичной прямой перед самым первым поворотом, из-за чего пострадало там пару болидов. Но самое главное, что я не пострадал, ну и Феттель не пострадал, потому что иначе бы для Феттеля гонка могла бы обернуться очень-очень большими проблемами, поскольку ему пришлось бы заезжать на пидстоп, менять переднее антикрыло и терять, соответственно, на этом время. По модификациям берём модификацию среднюю по снижению лобового сопротивления, поскольку нам нужно как можно быстрее выкачать уменьшение лобового сопротивления модификации, поскольку за ними идут оставшиеся модификации на прижимную силу, а также на ДРС. И также беру модификацию на снижение износа, поскольку с шинами у нас пока что проблемы. В принципе, как и с шасси в целом, поскольку его нужно уже начинать потихоньку дорабатывать. На этом, ребят, всё, я с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!